Курьезные истории от врача скорой помощи. Владимира Макаренко. В инстаграме. Скоряковские истории. Детектив. Бригада номер Н выехала в поселок, далеко на район. В поселке они работали с одним вызовом и получили вызов в рядом, большой поселок, рядом, который находится, в еще больше поселок, что около дома номер 5 лежит тело. Возвращаемся к телу. Точнее, идем сразу к телу. Тело. Шло домой. Не дойдя до дома, находилось оно в доме номер 7, оказывается, жило. Прилегло около дома номер 5, а с дома номер 5 бабуля вызвала скорую, что телу плохо. Пока бригада ехала к телу, тело встало и пошло домой. А в это время домой, в дом номер 5, возвращался хозяин дома номер 5, квартиры номер 5, как удивительно было. Пришел домой в состоянии алкогольного пинели и лег спать. Никого не трогал. Обычный мужик. Просто лег спать. Бригада приехала. Около дома номер 5 не нашли тело. И почему-то один человек из коллектива, скажем так, уже опытной и взрослой женщиной будучи, сказала, я помню, в доме номер 5, в квартире номер 5, есть алкаш, который постоянно вызывает скорую. Пойдем посмотрим. Пошли посмотреть. Квартира номер 5, дом, ну вот открыто, двери. Они зашли, пощелкали выключателями, света нет. Ну там тоже такой алкашик ассоциальный жил. Они заходят в комнату, темно, луна светит. Они видят, лежит мужик. Она говорит, о, наш, точно. Давай будем будить. Одна вторая становится у изголовья, вот так вот у него, над ним. Вторая становится сбоку. И эта, которая у изголовья, начинает его вот так в щечки терять, такая, просыпайся, просыпайся. Включите фантазию, когда мужик заснул дома, он дошел до дома, он заснул у себя дома. И он открывает глаза, и тебе вот так вот кто-то стоит и делает, просыпайся, просыпайся. Получили обе. Обе получили, бессильно, но пока зажглись фонарики, пока разобрались, кто это был. Получили обе. Вот такая история бывает. До встречи. Ребята, охренители Скоряковской истории, ну, нужно воображение. Короче, деревня недалеко от нас. Там учитель, ну, такая большая деревня, слегка. Учитель физкультуры, у детей нет стадиона. И он сам, как бы, обкашивая там площадку, сделал лыжню там по зиме. И дети по зиме там на лыжне ездят, на лыжах, получается. И он, чтобы это поддерживать все в нормальном состоянии, там зимой растет какая-то полынь, он берет, одевает лыжи на ноги, берет косу обычную и поехал обкашивать. Ну, вот он едет и косит. А чуть по отдаль, в низинке, стоит магазин. Продавщица с магазина смотрит, блядь. Чувак, зимой, косит траву. Она берет и звонит в скорую и в милицию. Приехала и скорая, и милиция. Вышли около магазина, смотрят. Чувак вдали стоит с косой. Они лыжат и не видят снизу вверх, смотрят. Стоит с косой зимой. Они ему кричат, иди сюда. А он, как бы, иди сюда, что ты там делаешь. А он не слышит. Он такой, с косой с этой и к ним шурует по-тиху. А не ему, брось косу, брось косу. А он не слышит, а он там рукой махает, что-то типа, что я не слышу. И с косой с этой идет на них. Менты там, что тебе не за пистолеты хвататься, фиг знает. С косой мужик идет, может у него белка какая. А он к ним такой бодрым шагом идет, наш водитель рассказывает. Я говорю, смотрю, вот так бодро направляется. Ну, думаю, сейчас косой, этот чехлит он будет. Подходит ближе, да я физру, говорит. Я траву туда в кашу, мол, типа быльник. А ничего, бое. Чуть в дурку гора не увезли. Вот такая бывает история. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok